После короткого перерыва нас ждет интервью Владимира Путина, Чечня, латышские педофилы-фашисты и все, что поместится, потому что времени остается мало. Владимир Путин дал интервью радиостанции «Маяк». В своем интервью этой радиостанции Владимир Путин, в частности, коснулся вопроса о Чечне. Владимир Путин, «Маяк» 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 Будем проводить в остальной части социально-политические мероприятия, будем проводить там мероприятия, направленные на восстановление экономики, нормальной социальной жизни. Будем укреплять правоохранительные органы и специальные службы. В той горной части, где боевики еще присутствуют, будем проводить войсковые и специальные операции. Будем их там добивать. Ведь у нас с вами какой выбор? Или добивать их там, или уходить? Какой выбор? Вот два варианта поведения. Третий – вступить в переговоры с боевиками, с бандитами. Это, по сути, подготовительный этап ко второму варианту – к уходу. Мы один раз уже оттуда ушли. Я не хочу называть это преступлением или давать какие-то оценки, но это была крупномасштабная ошибка. Крупномасштабная. Может быть, те люди, которые подталкивали тогда к этому решению, способствовали этому решению, они даже и не понимали того, к чему это может привести. Если мы так же, как три года с половиной оттуда опять уйдем, то мы позволим им снова консолидироваться, и мы будем опять воевать с ними. Но воевать уже не на этой территории, а на других территориях Российской Федерации. Вот этого мы себе позволить уже не можем. Больше таких экспериментов с Россией не будет. Ведь после ухода из Чеченской Республики произошло, по крайней мере, мы столкнулись с двумя ошибками крупномасштабными. Первое. Мы бросили сам чеченский народ, который стал первой жертвой этих бандитов. Потому что то, что там начало происходить, ничего общего не имеет с интересами чеченского народа. И мы совершили крупномасштабную ошибку по отношению ко всей другой российской территории, ко всей другой части российского государства. Потому что территория Чечни стала использоваться или была использована как плацдарм для достижения целей ничего общего не имеющего с интересами чеченского народа. Разве за независимость они боролись, когда пришли в Дагестан? А эта территория стала плацдармом для постоянных нападений на Россию и для ее унижения. Повторяю, такого больше не будет. Такого больше мы не имеем права допустить. И перед нами стоят несколько крупномасштабных задач. Это восстановление, я думаю, и укрепление, и восстановление. Дело не только в Чечне, а восстановление вообще на всей территории Российской Федерации единого конституционного пространства России и соблюдение территориальной ценности нашей страны. Вот эти задачи будут решены. Их решение будет обеспечено. И будет обеспечено надежно. Продолжение следует...